Грэм Эллисон в Форен ФС опубликовал статью, где он предложил, так же, как и Путин потом предложил, все-таки встретиться с большим страном, переделить сферы влияния, и, согласно его точке зрения, Украина отходит к России. Я говорила Джоном Херстом недавно, и он подтвердил, что это уважаемый этический аналитик, уважаемый ученый, и поэтому его слова имеют значение, имеют какой-то вес. То есть то, что появляются, вот такие рассуждения, является ли это для вас символичным? Ну и, конечно, Путин об этом писал в своей статье знаменитой. Давайте встретимся, соберемся, пять стран, переделим, все как нормально, новую Ялту сделаем. Возможно ли новая Ялта? Так она будет. Опять-таки, это я все говорил в этих докладах и 12 лет назад, и позже потом, что кризис, который сейчас идет, и который начался, на самом деле, опять-таки, в 2008 году, и он никуда не заходил, просто не заканчивался, просто были его этапы, и коронакризис – это, по сути, третий этап. Так вот, я говорил о том, что на выходе из этого кризиса будет новый мировой порядок, который оформится соответствующими соглашениями. Ну, поэтому новая Ялта, она неизбежна. Просто возникает вопрос по поводу характера этой новой мировой системы. Будет ли это новая Ялта между, допустим, Штатами и Китаем? То есть, кто будет победителем в этой игре? Будет ли это новая Ялта, в которой не будет явного победителя, в которой будут масса государств? Потому что, допустим, Штаты из президентских выборов этого года могут выйти ослабленными, войдут во внутренний кризис, возможно, во внутренний коллапс. Этого тоже нельзя исключать, учитывая накал борьбы, учитывая масштаб противоречий, который мы видим в Штатах. То, соответственно, они будут проваливаться в себя, и с кем будет Китай договариваться? И, наоборот, усилятся региональные игроки. Это мы видим на примере той же самой Турции сегодня, которая, используя вот этот вакуум глобальной силы, который возник на Ближнем Востоке, в Магрибе, в Ливанте, на Кавказе, она активно лезет во все щели, и Эрдоган, нужно отдать ему должное, проводит грамотную политику, когда он там усиливается, там расторговывается, там маневрирует. И, по факту, на наших глазах Турция за последние, сколько, 18 лет, когда Эрдоган пришел к власти на парламентских выборах 2002 года, она превращается в глобальную суперпауэру такую, которая действительно стала очень весомым фактором силы, и ее теперь сложно не учитывать. Соответственно, вот характер мирового кризиса, который, он же не предопределен, там, где есть человеческая воля, там нет предопределенности, поскольку маленький человек, оказавшийся в конкретном месте, с конкретными мотивами, может существенно изменить судьбу великих правителей, диктаторов. Например, когда этот торговец сжег себя в Тунисе в 2011 году, то это вызвало землетрясение на Ближнем Востоке и в Магрибе, следствием которого было падение Каддафи в той же самой Ливии, война в Йемене, война в Сирии, которая до сегодняшнего момента не закончилась. Не потому, что этот человек был настолько влиятельным, а потому что система была настолько разбалансирована, и эти страны имели схожие проблемы, социальная несправедливость, ветхость политических режимов, зависимость от внешних факторов, экология, если брать Сирию, которая из-за того, что засуха на протяжении, там, по-моему, пяти лет, согнала с северо-восточных земель огромное количество крестьян в пригороды Дамаска, Алеппо и Холмса и создала тем самым питательную среду для, ну вот, для такого революционного взрыва там, да. Ну и таких факторов можно общих и частных для конкретной страны найти массу, но вот когда зажигается такая спичка в канистре с бензином, то, конечно же, канистре с бензином взрывается. И точно так же это было и в 1917 году, когда Российская империя как раз вышла на пик своих военных возможностей, потому что в 16-м году были построены новые военные заводы, которые фактически позволили восполнить потребности в снарядах, в амуниции, военной технике, плюс союзники подбрасывали через северные порты. Но перенапряженность путей сообщения привела к перебоям с хлебом, а это все наложилось на проблемы низов в Петрограде. И, как следствие, начался социальный взрыв, который вдруг в течение нескольких дней смел царскую семью и империю. И, как мы читаем мемуары современников того времени, то мы видим, что царь и его окружение, и элита правящая, они даже не понимали, что происходит, потому что в тот момент, когда, допустим, нужно было принимать быстрые решения, они, недооценивая ситуацию, они их не принимали. И в результате произошло то, что произошло в 1917 году, и зажегся весь шарик на долгие десятилетия, поскольку были запущены тектонические процессы, которые родили и государство общественного благосостояния на Западе, и Советский Союз, и нацистскую Германию, и много-много-много-много чего. То есть привычный и устоявшийся на мир. Так вот, то, что мы наблюдаем сегодня, это точно такое же жжение, горение привычного и устоявшегося на мира. Просто люди в силу своей косности и, скажем так, нежелания менять принципиально существующий порядок вещей, потому что изменения – это всегда страшно. Будь то, допустим, ваши семейные отношения, когда у вас там есть устоявшийся партнер, с которым вы живете 15 лет, а потом вы понимаете, что это тварь, подонок, урод и прочие эпитеты, и от него нужно каким-то образом избавляться. А избавляться страшно, потому что он же понятный, он, как говорится, плохонький домой, как принцип, по которому живут наши многие женщины. И дальше перед человеком стоит выбор, либо страдать с плохоньким домой, партнером, либо становиться корабельной сосной, или не становиться корабельной сосной. То есть выбирать формат, который для себя принемлем, и двигаться там дальше, выстраивать свою жизнь. Точно так же и со странами. Продолжение следует...